И еще о транспорте, только уже легкорельсовом, об ЛРТ. В этом году, в этом строительном сезоне ожил памятник коррупции. На данный момент на объекте активно ведутся работы. ЛРТ давно стал синонимом казнократства, не только для астанчан, но и для всех жителей Казахстана. Иностранцы также активно интересуются историей создания ЛРТ в Астане, что не добавляет пока нам плюсов к страновому имиджу. Изначально деньги на легкорельс выделили колоссально. И вот только контроль за средствами в Старом Казахстане не организовали, может и не хотели. В итоге в мае текущего года суд вынес приговор двум фигурантам, замешанным в хищении денег при строительстве. Они до сих пор в международном розыске, а столица достраивает ЛРТ. Эксперты заверяют, что не достроить транспортный объект не получится. И наши корреспонденты выясняли, как китайские подрядчики исполняют взятые на себя обязательства. Алия Букенова с подробностями. История скандально известного ЛРТ началась еще в далеком 2005-м. И до сих пор нет финала. В столице даже проводили обряд жертвоприношения барана. Все для того, чтобы проект завершился. Сейчас над возведением легкорельцевого транспорта работает больше тысячи человек. В основном это иностранные рабочие. Генеральный подрядчик ЛРТ – китайская компания. На одной такой станции работает больше 150 человек. Стройка идет с 7 утра до 8 вечера. Отмечу, что выходных дней у рабочих нет. Нужно успеть завершить все подготовительные работы уже к ноябрю. В зимний же период их ждут другие этапы строительства. Медлить, похоже, никто не хочет. Масштабный проект и так простаивал годами. Нашумевший долгострой обещают сдать в следующем году. Но это будет лишь первая часть станции. Проект поделен на два. Один из которых должен закончиться в следующем году. Это получается 8 станций с 5 подвижными составами. Потому что народу побыстрее надо дать дополнительный транспорт. Далее остальные станции будут делаться уже, когда эти 5 подвижных составов уже будут курсировать. Стоимость грандиозного проекта ЛРТ дошла до 2 миллиардов долларов. На этот год выделено почти 156 миллиардов тенге. Из них потрачено 52,4 миллиарда тенге. В 2024 направят чуть больше 66 миллиардов тенге. Впрочем, экономистов волнует не только колоссальная сумма расходов. Проект снабжают китайским сырьем. И снова мы проигрываем. Их инвестиции остаются у них же. Рабочая сила с их стороны. Сырье тоже от них. Эти факторы говорят о том, что в самом начале разработки этого проекта были допущены ошибки. Есть вопросы и к маршруту ЛРТ. По мнению урбаниста Улжаса Белялова, в разработке направления наземного метро явно не учли то, что аэропорт – это не единственная болевая точка дорожного коллапса. Задача любой транспортной системы – разгружать город в часы пик. Это мы все должны понимать. Если в часы пик система не работает, ну и система только для этого и нужна. В аэропорту нет часы пик. Сколько там людей работает, но это не тот контингент, который будет им пользоваться постоянно. До того, как маршрут надо было делать, нужно было провести оценки, где люди живут и куда они ездят. Я же говорю часы пик. Где он живет, и он едет на работу. И тогда мы, был маршрут, может быть, он совсем другой был. Строительство ЛРТ планировали закончить к началу проведения экспо. Проект на тот момент, можно сказать, был имиджевым. Правда, потом наземное метро стало больше ассоциироваться с коррупционным скандалом. Однако эксперты не теряют надежды и считают, что в будущем ЛРТ все же принесет добрую славу. Главное – умело воспользоваться идеальным и продуманным маршрутом. Трасса этого метро пролегает по дуге от аэропорта, например, Нового до центра правительственного и дальше от правительственного центра через реку Исиль до Нового железнодорожного вокзала. И на этой дуге нанизаны, как гирлянды, оригинальные, в очень туристическом отношении привлекательные архитектурные объекты. Мы могли бы иметь большие деньги, развить туризм, туристическую отрасль, которая бы пополнила бюджет нашего города. Однако ждать, что проект окупится, не стоит. По крайней мере, в ближайшие годы ЛРТ власти придают больше социальную значимость, чем экономическую. Эксперты отмечают, что это проект, который показывает прежде всего уровень жизни столицы. Впрямую, если мы почитаем, понятно, что он может быть и убыточным. Но мы понимаем, что очень много других отраслей вырастут в Астане. Очень много будет добавлено в стоимости создаваться вокруг станции ЛРТ. И, соответственно, таким образом просто оценить того, какую роль будет играть ЛРТ, на сегодняшний момент сложно, но она однозначно будет положительной. Немало споров и вокруг стоимости билетов. Одни считают, что стоить они будут чуть выше, чем в привычных общественных транспортах. Экономисты же отмечают, что легкорельсовый транспорт – прямой конкурент такси. А значит, и цены у них будут не сильно разниться. Например, мы возьмем, если аэропорт, с аэропорта до центра города Астаны на такси стоит билет от 2 до 5 тысяч тенге. То есть, если вы такси снимете, то, естественно, в таком случае мы не можем за 100 тенге возить с Астаны аэропорта до центра города. Понятно, что там должен быть тариф, соответствующий, который был конкурировал бы с такси – 500 тенге, 700 тенге, 1000 тенге за одного пассажира. Тем временем в соседнем Узбекистане уже функционирует наземное метро, строительство которого началось позже казахстанского. За 6 лет там построено более половины проекта, запущено 17 новых станций. Стоимость билета составляет 1400 сомов, что по нынешнему курсу равно 60 тенге. Он перевозит 22 тысячи человек в день, а главное, он соединяет окраины города с центром. Причем в деле этом участвуют местные компании. Были поставлены такие задачи, как учесть в данном проекте – это стыковка с основными радиально-магистральными въездами в город Ташкент, это увеличение пассажиропотока на общественном транспорте, это снижение загруженности наземного общественно-городского транспорта, ну и улучшение экологического состояния окружающей среды. Какую роль сыграет ЛРТ в экологии столицы, пока не ясно. По прогнозам специалистов, в сутки легкорельсовым транспортом смогут воспользоваться около 25 тысяч пассажиров, среди которых, вероятно, будут и те, кто предпочтет своим авто метро. Алья Букенова, Нурлан Малагильдинов, Саят Рамазанов, Житакун.